Вещь эта прижилась быстро, даже сарафанного радио не потребовалось. Летом дарит прохладу и создает женственный романтичный вид. Зимой навевает воспоминания. В 1965 году Пьер Карден изобрел мини-сарафан из шерстяного сукна, который носили с бадлоном или водолазкой. Оба варианта, и утепленный, и облегченный, были частью стиля а-ля рус. В его основе лежали элементы традиционного русского костюма, и это гарантировало сарафану успех в мире моды. Национальный, русский, традиционный – все, у кого сарафан вызывает эти ассоциации, ошибаются. Это самый поздний элемент одежды, который стал русским лишь на рубеже 17-го и 18-го веков. Он пришел из Персии, где слово «сарафан» означало «одетый с головы до ног». И изначально он представлял собой мужскую одежду. Сарафан старинный до Петровского времени – это вот такой прямо, ну вот в нашем понимании, халат с длинными рукавами, которые чаще всего выполняли либо декоративную функцию, либо их зашивали. Варвара Зенина – дизайнер, создатель собственного бренда одежды в русском национальном стиле. Больше 20 лет занимается изучением деревенской культуры, чтобы понять философию фольклора. Постоянный участник этнографических фестивалей и проектов исторической реконструкции. И говорят, что у князей были даже такие сарафаны, которые могли содержать себе в основе прямо цельную золотую нитку. Можно только сегодня представить, сколько такой сарафан мог бы весить. С приходом Петра Первого мужские сарафаны оказались не в чести. Одежду, которую носили на Руси с 14 века, если верить Никоновской летописи, запретили надевать дворянам. Крестьян же царский указ не коснулся. Благодаря этому женский вариант сарафана – платье без рукавов – сохранил многовековые самобытные формы. Это как слоеный пирог. С одной стороны, мы видим разные социальные формы сарафана, от бедных до богатых сарафанов. С другой стороны, мы видим разные ситуативные формы бытования этого сарафана, потому что к каждому определенному типу есть свой повод для того, чтобы его надеть. На праздники надевались одни сарафаны, в будни – другие. Девушки носили красные и бордовые, пожилые женщины – синие и черные. В зависимости от территории и от назначения сарафаны были нескольких типов. Глухой представлял собой перекинутый кусок ткани, в котором делался надрез для головы. Самый известный – косоклинный – шился из двух прямых полотнищ – спереди и одного сзади, а по бокам вставлялись высокие клинья. Круглый или московский выглядел как широкая юбка на сборках, которая начинается выше груди. Но только сарафан с лифом стал прообразом современного платья без рукавов и послужил основой для множества интерпретаций. Сарафан давно вышел из разряда национального костюма и прочно занял свое место в гардеробах модниц. Стилист Екатерина Йенза считает, что каждый человек может одеваться модно, главное – помочь ему в этом. Закончила курсы стиля, однако постоянно совершенствует мастерство, изучая специализированную литературу и просматривая блоги известных имиджмейкеров. Вдохновляется и неисчерпаемой фантазией модного дома Кристиана Диора и смелыми сочетаниями американского блогера Блэр Эдди. Тонкие бретели, приталенный силуэт и длина миди делают образ очень романтичным, а симметричный подол – актуальным. Также мы дополнили лук ультрамодными в этом сезоне мюлями. В таком образе можно смело идти на свидание. Стиль кантри, пожалуй, является одним из самых романтичных. Он настолько популярен и демократичен, что подойдет как для дневных прогулок, так и для вечерних свиданий. Голубой сарафан в клетку мы дополнили соломенной сумкой, удобными сандалями и джинсовкой с бахромой. Современные модницы не боятся использовать принты и цвета. Главное – правильно расставить акценты. Крой на запах особенно интересно играет на этом сочетании. Данный сарафан мы дополнили мюлями и сумочкой жесткой формы. В таком виде можно отправиться на вечернюю прогулку с подругами или в ресторан. Впервые мода на сарафан появилась в XVIII веке с подачей Екатерины Великой. Именно она обратилась к крестьянскому костюму и возвела его в ранг знатных одежд. Платье без рукавов, надетые на дорогую рубаху, со сквозной застежкой на пуговице. Но, выполненные в стиле ампир с глубоким декольте, окрестили афранцуженным сарафаном. А Николай I в 1834 году даже издал указ о женском придворном платье с национальными мотивами. Благодаря этому сарафан при дворе просуществовал вплоть до окончания монархии. Сарафан – это основа русского народного костюма. И на самом деле он имеет просто безграничные возможности какой-то креативной работы с ним. Полина Толмачева – студентка третьего курса кафедры дизайн-костюма Омского технического университета. Представитель известной дизайнерской династии в третьем поколении. Первую награду получила в 2017 году на всероссийском конкурсе «Сибирская этника». Когда за источник берется русский народный костюм, в основном используются орнаменты цвета. И вот это вот какая-то очень понятная силуэтная форма, но все, что внутри, грубо говоря, изделие, оно изменено под современный мотив. Прежде чем создать современный сарафан, Полина провела долгие часы за чтением необходимой литературы. Она изучала народное творчество, традиционный русский костюм, пока не пришла идея – оставить привычную форму и полностью изменить материал. У него традиционная форма, конструкция, силуэт, но при этом нетрадиционный материал. Он сделан из шинельного сукна, орнамент также русский, народный. Я преобразовала уже готовый орнамент, стилизовала его под свои какие-то цели и сделала перфорацию. Авангардная идея не осталась незамеченной на всероссийском конкурсе «Сибирская этника». А начинающий дизайнер Полина Толмачева стала активнее использовать в своем творчестве сарафанные элементы. Брители, к примеру, стали частью пуховика. Почему бы и нет? Современная жизнь сарафана не обходится без модных показов. Эксперименты дизайнеров с цветом, кроем, стилем приводят к тому, что на подиумах можно увидеть уже готовые решения для нового образа. А в 60-х годах 20 века попытки Вячеслава Зайцева обратиться к народному творчеству встречали яростное сопротивление советских чиновников. Правда, в противовес им столь же яростный интерес проявляли западные дизайнеры. Похожую на старинный сарафан модель они окрестили трапецией. И эта незамысловатая геометрическая фигура означала не только переход к новым силуэтным формам. Она стала символом обновления моды того времени. Сегодня сарафан не является частью базового гардероба, однако его можно носить как самостоятельную вещь, так и сочетать с различными топами. Образ на основе сарафана длиной миди в геометрическую полоску, что визуально удлиняет силуэт. Также мы дополнили его рубашкой из Денима и сумкой в натуральном стиле, что делает образ экологичным. А белые кроссовки добавляют современности. Что есть в современных городах, как ни джунгли. И цвет хаки в нем актуален вне времени. Сарафан данного цвета мы дополнили модной прозрачной курткой, а также сумкой и кроссовками с хищным принтом. В таком виде можно гулять в любую погоду. Сарафан можно носить на различные топы. В данном случае мы использовали свитшот. Образ получился в кремовых тонах, что сегодня очень актуально. Дизайнеры порадовали любительниц коротких юбок в этом сезоне и мини, также популярны, как миди и макси. Стиль а-ля Рус в середине 20 века хоть и задавал тон всей мировой моде, но большинство форм не было новинкой для западных модельеров. Платья без рукавов в Европе были хорошо известны. Модели, аналогичные по крою сарафану, носили в Польше, Германии, Баварии, во всех северных странах. А ближе всего сарафану были средневековые нижние рубахи. Рубашка Камиза, вот она была вот на тоненьких блютеричках. Старались, чтобы она была беленького цвета какая-то. Но это никто не видел, кроме мужа. Мария Стрельчунас, мастер исторической реконструкции. Математик по образованию, модельер по призванию. Больше 15 лет Мария занимается историей костюма. Ее работы можно увидеть не только на фестивалях и концертах в Омске, но также в Москве, Санкт-Петербурге, Париже и городах Италии. После средневековья у нас наступает ренессанс. То есть появляются специальные платья без рукавов. К ним рукавчики довязывались. И если русские крестьянки вкладывали особый сакральный смысл в цвет изделия, вышивку, то здесь отсутствие рукава имело совсем другое предназначение. В средневековой Италии, к примеру, открытый верх должен был показать белизну рубахи, а значит и высокое социальное положение ее обладателя. Изучая западноевропейские исторические костюмы, Мария Стрельчунас убедилась, каждая деталь одежды имела свою причину для появления и исчезновения. Прообраз современного сарафана, платье без рукавов, мог появиться только в XIX веке, когда церковь дала послабление. И то исключительно для бальных нарядов. Что же касается одежды простого люда, то оно имеет и сходство, и различия с русским сарафаном. Даже самые бедные девушки на Руси меняли платье в зависимости от своего статуса. В Европе, как правило, оно было одно на всю жизнь, поэтому предусматривало шнуровку, на случай, если женщина похудеет или поправится. А вот крой и там, и там был очень бережный. Ткань достаточно ценилась. И вот такой вот крой, как сейчас, могу по косой, могу туда. Нет, все из квадратиков, из прямоугольничков, чтобы минимизировать расход ткани. Сарафан сегодня – это неотъемлемая часть культуры и моды. Конструкция этой вещи такова, что всегда будет отсылать нас к традиционному костюму и всегда будет давать дизайнерам простор для фантазии. Узор, вышивку, форму – все можно перенести на современную одежду, и это будет допустимым и уместным. Сарафан с леггинсами, с маленькими рукавчиками, бахромой, валанами, с асимметричным низом или завышенной талией. Эти новые сочетания и элементы всякий раз продлевают жизнь вещи. Многообразие фасонов и решений в конце концов может привести к тому, что сарафан станет базовой вещью каждой девушки, как это и было в прежние времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова